В эфире Ветты Вечерний Вестник. Я Екатерина Рухтина. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в выпуске. Осталось два дня. В Пермском крае идут последние приготовления перед трехдневным голосованием. Разменяли век. Пермский педагогический университет отмечает свой первый столетний юбилей, с чем пришли к круглой дате. Самолет победителей. В Пермь вернулись спортсмены-участники паралимпиады в Токио. Сколько медалей удалось завоевать? В этом году в Пермском крае отопительный сезон стартовал раньше обычного. К этому оказались готовы далеко не все тепловики. На один из таких проблемных объектов в поселке Павловске жалуются местные жители. В аварийной котельной побывала наша съемочная группа. В поселке Павловске от Черского городского округа стартовал отопительный сезон. Сейчас здесь запущена только одна котельная. Во второй заканчивается подготовка оборудования. При всех стараниях тепловиков котельная находится в плохом техническом состоянии. А если мы тут ставим новую котельную, повысится и качество теплоснабжения потребителей, и надежность теплоснабжения потребителей, и мы решим вопрос теплоснабжения именно вот этой части города. Котельную в рамках рабочей поездки в Очерский городской округ посетил глава региона Дмитрий Махонин. Губернатор поддержал необходимость строительства новой модульной котельной. Отдельное внимание глава региона уделил реализации нацпроектов на территории округа. С прошлого года в Очере в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным, ведутся работы по благоустройству набережной. Каждый житель Очера и гости увидят, что Очер очень сильно поменялся. Появилось вот это организованное место, центральное место в городе. До конца сентября здесь должны завершить работы второго этапа. Однако пока подрядчик идет с отставанием от графика. Ну тогда фотографии с вас в первом октябре. Регион договоримся, да, вот присутствует Мир Николаевич, что до конца текущего месяца вы работу завершаете. Особое внимание в рамках этой рабочей поездки глава региона уделил нацпроекту образования. Так в первой школе открылись классы «Точка роста». Здесь ребята имеют возможность проходить обучение на современном цифровом оборудовании. Есть проектная зона, где они занимаются своими проектами. Наши дети, очень много детей участвуют в исследовательских работах. Занимают первое место не только у нас в Очерском районе, но и мы выходим на край. Поэтому она нам во многом помогает. Популярностью у ребят пользуется курс по программированию квадрокоптеров. КАРОКОПТЕРОВ Вам нравится заниматься? Конечно. Удобно. Удобно? А что все больше «Точки роста» нравится? Удобство. Это удобно компьютерам. Пермский край меняется. И главная задача в этом направлении – сделать жизнь комфортной во всех территориях края. Постепенно мы должны делать все для того, чтобы люди видели изменения именно здесь и сейчас, которые происходят даже в таких небольших, казалось бы, городах, как Очер. Также в рамках поездки глава региона познакомился с местными промышленными проектами – Очерским заводом напитков и компанией «Русский лес». Предприятия активно работают с торговыми сетями «Прикамья» и в ближайшее время планируют наращивать обороты. Максим Суханов, Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина. Телекомпания «Ветта». Капремонт, благоустройство, газификация, расселение ветхого и аварийного жилья. И это лишь часть тем, озвученных на прошедшем приеме граждан с заместителем главы администрации Перми. О том, как решаются вопросы местного значения – Валерия Ермакова. Жилья никакого нет. По месту прописки у нас в полночатстве откроют дом 4. Валерия Ермакова. Дом уже снесен. Его нет. Это до Сгоевского 4-3 минулая. В любое время подходите. Угу. Хорошо. Вам расскажут алгоритмы, какие нужны документы. И что мы можем, какой маневренный фонд вам с мамой предоставить. Капитальный ремонт, благоустройство придомовых территорий, электрификация. На приеме граждан с заместителем главы администрации города Перми по вопросам развития инфраструктуры Пермики задавали много вопросов. Поднимались темы, которые жители в последнее время волнуют больше всего. Это по газу. Это действительно как бы проблема есть. Они решаемы. И люди озадачены и озабочены этой проблемой. Далее по расселению аварийного жилого фонда. Сегодня все знают не только в Перми и в стране, что у нас идет национальный проект по расселению. Есть вопросы. Есть у людей многих недопонимания. Но стараемся эти вопросы все снимать, приглашать, разговаривать с людьми. Ну и сегодня немаловажный, актуальный вопрос – это подключение тепла. На приеме присутствовал и активист Общероссийского народного фронта Антон Немкин. Действительно, это очень важно – общаться с жителями. Потому что, сидя за закрытыми дверями, ты до конца не поймешь, что же действительно нужно гражданам. Поэтому необходимы периодически такие общения, в ходе которого люди делятся о существующих насущных проблемах. Конечно же, мы обсудили все темы, которые интересуют граждан, дали разъяснения. Игорь Александрович назначил прием, куда-то они выйдут в поле непосредственно к жителям дома. И мы в перспективе будем отслеживать подобные заявки и заниматься этим вопросом. Такие встречи в региональной общественной приемной проводятся регулярно, как в очном, так и в дистанционном формате. Жители могут обратиться по любым волнующим вопросам. Валерия Ермакова, телекомпания «Ветта». Уже через два дня в России стартуют выборы. Для того, чтобы обеспечить прозрачность мероприятия, в Прикамье впервые. 100% постоянных избирательных участков будут обеспечены круглосуточным видеонаблюдением. Следить за голосованием будут в том числе и члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Тему продолжит Юлия Рожкова. Целостность красной сейф-ленты нарушить незаметно невозможно. При нагревании появляется надпись «Стоп», при отрыве пакет вскрыт. Сегодня в общественной палате Пермского края проводится заседание общественного штаба по наблюдению за выборами. Председатель Центральной избирательной комиссии Ленинского района объясняет принцип работы сейф-пакетов. В положении написано, что незамедлительно после проведения голосования вне помещения и возвращения участковой избирательной комиссии на территорию избирательного участка все бюллетени должны быть перемещены в сейф-пакет. Все бюллетени из стационарных и переносных ящиков по окончании голосования в пятницу и затем в субботу переносятся в сейф-пакет с индивидуальным номером. Количество бюллетеней, помещенных в сейф-пакет, актируется. Пакет запечатывается и помещается в сейф. Дальше осуществляется видеонаблюдение на всех 100% избирательных участках, которые у нас есть, за вот этими сейфами. Если возникли подозрения о том, что что-то произошло, то всегда можно обратиться к видеозаписям, которые будут храниться год. Кандидаты и политические партии смогут следить за трансляцией на портале «Все желающие» в специально организованных центрах видеонаблюдения. Располагаться в Перми. Такой центр будет по адресу советская 1Б, завод Шпагина, пространство, точка кипения. Это место, куда любой желающий сможет прийти, круглосуточно наблюдать за происходящим на избирательных участках, в случае необходимости, ознакомиться дополнительно с видеозаписями с участков. За ходом голосования будет наблюдать и уполномоченный по правам человека. Сегодня им было подписано соглашение о взаимодействии с избирательной комиссией. Прежде всего направлено на главную цель – это совместные действия по мониторингу избирательных прав граждан, причем всех участников избирательного процесса, как избирателей, так и кандидатов. Все три дня в аппарат уполномоченного по правам человека можно будет обратиться через сотрудников в штабе общественного наблюдения и по телефону горячей линии 217-76-70. Юлия Рожкова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». За прошедшие сутки в регионе выявлено 445 новых случаев заболевания COVID-19. В целом, по словам экспертов, с начала месяца в крае отмечено снижение заболеваемости. Однако вместе с тем растет заболеваемость ОРВИ. Только за прошлую неделю в Прикаме зарегистрировано более 21 тысячи случаев, что на 24% больше показателя начала сентября. При этом превышение эпидпорога фиксируется во всех возрастных группах. Вирусы гриппа пока не обнаружены. С началом осеннего эпидсезона в регионе стартовала и вакцинация от гриппа. Поставить прививку ультрикс-квадри на этой неделе можно сразу в трех пунктах вакцинации в Перми – на площади перед Цирком, а также в ТРК «Семья» и «Планета». Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет отмечает свой столетний юбилей. В честь этого в УЗИ уже вскрыли капсулу времени, заложенную 25 лет назад. А сегодня в университете стартовал Всероссийский педагогический форум «Точка сборки». Что ждет его участников, знает Валерия Ермакова. Почетной грамотой правительства Пермского края награждается коллектив Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. С торжественной части и награждение почетными наградами коллектива и работников педуниверситета, которые посвятили отрасли образования свыше 40 лет и воспитали сотни педагогов, началось открытие Всероссийского педагогического форума «ПГГПУ.Сборки». Посвящен он празднованию столетия университета. На таких форумах принимают участие люди всех возрастов, действительно, и в том числе, например, студенты, но и в том числе принимают участие те, кто пока только принимает решение, будут ли они педагогами. Точно знаю, что профориентационный эффект таких встреч, он колоссальный, он правильный, он нужен тем, кого мы в дальнейшем ждем в педагогике. В рамках форума состоялась презентация сразу двух краевых образовательных проектов. Открытый университет, это все пять основных университетов Пермского края презентуют, как они будут работать со школьниками в этом году. Это родительский университет, психолого-педагогические консультации для родителей. Мы запускаем этот проект и запускаем реальный режим работы. Сохранение и развитие традиции высшей школы в крае – это важная задача, позволяющая уверенно смотреть в будущее. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что повышение доступности и качества образования в числе приоритетов краевых властей, чтобы жители чувствовали позитивные изменения уже здесь и сейчас. В юбилейный год мы должны отдавать дань тем людям, которые не эти десятки лет положили на то, чтобы давать образование. И я, как выпускник Пермской школы, тоже имел честь заниматься, и моими преподавателями были выпускники нашего университета. И благодаря им удалось действительно получить те знания, которые пригодились жизни, и я надеюсь, будут дальше пригождаться. В течение двух дней форума на базе ПЕД-университета пройдут лекции, воркшопы, мастер-классы и различные практикумы для всех желающих. Уже в следующем году в Свердловском районе Перми станет на один благоустроенный сквер больше. В этом году здесь приступили к реконструкции сквера имени Вагнера. Новая система освещения, новые малые формы и не только. Как будет выглядеть обновленное пространство, расскажем в нашем следующем сюжете. Одна из жемчужин – возеленение Пермского края. Так говорят экологи про пермский сквер Вагнера. И неспроста. Большинство деревьев растут здесь еще с 60-х годов прошлого века. Встречаются среди них и особо ценные породы. Например, сразу несколько видов боярышника, белый тополь, золотистая береза и другие. Все они сохранятся и приумножатся в сквере и после реконструкции, которая стартовала в этом году. Проект разрабатывали с учетом расположения зеленых насаждений. Много интересных видов, много на что можно посмотреть. И вот это все старались по максимуму сохранить. То есть задача стояла именно такая. Моей задачей было обследование существующих насаждений. Задачей города, муниципалитета было по максимуму сохранить существующий ассортимент. И много новых видов здесь не появится. Тем не менее, объем зелени в сквере после реконструкции будет увеличен. Планируется высадить не только новые деревья, но и более 800 новых кустарников. Полностью обновиться и внешний вид сквера. Будут у нас новые малые формы. Это урны, скамеечки красивые будут. Заменим всю плитку. Новое освещение, конечно же. То есть мы заменим на светодиоды. У нас будет энергосбережение в том числе. И новые опоры. Всего на реконструкцию сквера Вагнера направят порядка 18 миллионов рублей частных инвестиций. Все расходы взяла на себя компания «Перменергосбыт». Участие бизнеса в обновлении общественных пространств города проходит в рамках специальной программы по подготовке к празднованию 300-летия Перми, которую представил глава города Алексей Демкин. В рамках этой программы нам дали поручение по реконструкции этого сквера. Проект делали очень хорошие эксперты. Реализуют проверенный нами неоднократно подрядчик. Я уверен, что этот подарок 300-летию мы уже в следующем году закончим. В этом году подрядчик заменит дорожки, скамейки, урны и опоры освещения. В следующем будет выполнено озеленение. Завершить работы на объекте должны в июне 2022 года. Антон Шибанов, Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». На первой очереди комплекса «Аммиак Карбамид Меламин» компании «Метафракс Кемикалс» в Губахе активно продолжается пусконаладка оборудования. На этот раз отрабатывали систему розжига запальных горелок. Подробности далее. На первой террасе комплекса «Аммиак Карбамид Меламин» компании «Метафракс Кемикалс» в Губахе завершена пусконаладка факельной системы в цехе «Аммиака». Первый розжиг горелки состоялся. До запуска специалисты проверили работу электрооборудования, отсечных кранов и настроили дроссельный клапан для снижения давления природного газа в питающем коллекторе горелок. Всего на стволе факела «Аммиака» смонтированы четыре запальные горелки. Следующий розжиг горелок состоится при пуске установок КЦА и агрегата синтеза «Аммиака» в работу. На стволе установки будут работать две горелки. Пусконаладка оборудования на новом комплексе АКМ продолжится. Сегодня ночью в Пермь прилетели наши спортсмены, победители Паралимпиады в Токио Галина Липатникова, Евгений Торсунов и Федор Рудаков. В Москве президент России Владимир Путин уже вручил спортсменам государственные награды, после чего ребята наконец-то вернулись домой. Самолет победителей встречал Егор Тверетинов. Уважаемые пассажиры и гости международного парапорта «Аммиака», мы приветствуем победителей и призера паралимпийских игр в Токио. Под звуки встречного марша на родную землю вступают победители и призеры Токийской паралимпиады. Первыми поздравляют победителей родственники. Юлия Павловна встречает сына Евгения Торсунова. В Токио он завоевал золото, прыгнув в длину на 5,76 метра. Новость о победе сына она восприняла спокойно. Он ведь тоже, видите, спокойный. Я как-то, ну, спокойно так, как-то. Ну, конечно, все-то, пульс, наверное, был не знаю сколько, но спокойно. Сам Евгений рад тому, что все волнения позади. Там, в Токио, на пьедестале эмоции были совершенно другие. Опустошение было, чтобы все, все мы сделали, все, что могли. И вот она победа. Это было очень неожиданно для меня. Приятно, что вот организовали такую встречу. Спасибо всем. Всему оркестру, ребятам спасибо. Вам спасибо, что пришли. Этим же звездным рейсом в Пермь вернулась Галина Липатникова, завоевавшая золотую медаль в толкании ядра. И Федор Рудаков, бронзовый призер в беге на дистанцию в полтора километра. И вот что рассказывает о своей победе Галина Липатникова. Сначала хотелось плакать, потом вообще рыдать. И потом меня сразу забрали на допинг-контроль. И я даже не поняла, как происходила церемония награждения. И я стояла на пьедестале. И мне было в первую очередь, конечно, приятно, что играла музыка Чайковского, так как он все-таки из Пермского края. И ты стоишь и сам из Пермского края. Это было вдвойне приятно. Но все-таки это было горестно, потому что не было гимна и не было формы российской. Перед возвращением домой атлетов поздравил глава государства и вручил ордена почеты и дружбы и медали ордена за заслугу перед Отечеством первой и второй степеней. Спортсмены пообещали принять участие в следующей паралимпиаде, чтобы уже там прозвучал гимн России. В этом году главное музыкальное произведение страны для призеров звучит в Пермском аэропорту. Егор Теретинов, телекомпания «Ветта». Уже в эту субботу в Пермском цирке стартует знаменитое шоу «Ги Радзе». На этот раз зрителю будет представлено абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов. Чем будут удивлять пермскую публику, выяснила Юлия Рожкова. 120 артистов, более полутора тысяч уникальных костюмов, калейдоскоп ярких номеров. Легендарное цирковое шоу «Пять континентов Гии Радзе» в Перми уже в эти выходные. Воображение зрителя потрясут бесстрашные воздушные гимнасты, парящие без страховки на высоте девятиэтажного дома, дрессировщик, приручивший бизонов, морские обитатели, задействованные в масштабном мультимедийном номере «Золотые рыбки», медведи-танцоры и конный аттракцион. На манеже предстанут артисты цирка, завоевавшие более 20 международных наград. Среди них заслуженные артисты России Андрей и Наталья Широкаловы, обладатели десяти международных наград, рекордсмены в российском цирке, а также победители национального проекта «Минута славы. Юбилейный сезон» на Первом канале «Братья Варданян». Лучшие номера, объехавшие все континенты, можно увидеть с 18 сентября по выходным на манеже Пермского цирка. Билеты уже в продаже. Пермский суд вынес приговор аферистке, которая возглавляла преступную группу, обманувшую более тысячи пенсионеров в трех регионах на 19 миллионов рублей. Как выяснил Егор Тверетинов, работали мошенники по тщательно продуманной схеме. Новости региона продолжат наш выпуск. Добрый вечер. Летний гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина прошел в Чайковском в последний раз. В рамках прошедших соревнований состоялась встреча с представителями региональной, всероссийской и международной федерации прыжков на лыжах с трамплина, на которой были приняты ряд решений. В 2022 году по инициативе региона, в 2023 году в связи с напряженным календарем ФИС, летний гран-при в Чайковском не состоится. При этом в следующем году Чайковский примет континентальный кубок и финал Кубка мира среди женщин «Синяя птица». А в 2023 году в связи с изменениями календаря и формат проведения соревнований ФИС в марте Пермский край примет континентальный кубок. Но женские соревнования, скорее всего, сменят название, поскольку российские этапы будут открывать зимний соревновательный сезон и будут проходить в декабре. Многие пермики хотят дожить до 90 лет, но горожан спросили, сколько бы они хотели прожить. Результаты исследований показали, что пермики стремятся прожить в среднем до 89,7 года. С этим показателем Пермский край занял третье место в рейтинге российских городов с самой высокой желаемой продолжительностью жизни. Первую строчку списка занимает Москва. Там жители высказали желание дожить до 91,3 года. Второе – Санкт-Петербург, 90,1 года. Третье место с Пермью поделил Екатеринбург. Пермский суд приговорил аферистку, которая возглавляла преступную группу, обманувшую более тысячи пенсионеров в трех регионах на 19 миллионов рублей к 4,5 годам колонии. Работали мошенники по тщательно продуманной схеме. Ходили по домам пожилых людей, представлялись сотрудниками социальной службы и навязывали физиотерапевтические аппараты. Приборы якобы выдавались пенсионерам по госпрограмме и помогали от всех недугов. Их себестоимость не превышала полутора тысяч рублей, однако продавались они в 10 раз дороже. Это были все новости региона на сегодня. Всего доброго. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что провели время с нами. Я, Екатерина Рухтина, прощаюсь и желаю хорошего вам вечера.